В отличие от прошлого раза, в этот раз компания NVIDIA выпустила новое поколение видеокарт немного раньше чем Radeon. Насколько желание быть первым повлияло на качество и повлияло ли вообще, посмотрим в этом обзоре. В случае с версией от MSI мы имеем 300 мм длину печатной платы. Обратите на это внимание, если решите приобрести данный продукт, потому что не во всякий корпус влезет. И небольшую высоту в 125 мм, что в случае если вы решите установить две таких карты, оставит зазор между ними в 10 мм, а это обеспечит дополнительный приток воздуха для охлаждения. На борту мы имеем графический чип GK104 и 2 гигабайта оперативы стандарта DDR5 с частотой 6008 МГц. И шину памяти с пропускной способностью 256 бит. Стандартный набор разъемов, который включает в себя DisplayPort, HDMI, DVI-I и DVI-D. У видеокарты имеются три профиля работы. MSI решили назвать их OS Mode, Gaming Mode и Silent Mode. Только в отличие от видеокарт прошлого поколения, где после смены профиля приходилось перезагружать систему, здесь можно это делать онлайн, то есть по горячему. Проще говоря, эти кнопки позволяют переключаться между режимами работы видеокарты путем изменения частот. Чувствуете тормозит? Включаете Gaming Mode. Смотрите фильм? Включаете Silent и так далее. Наверное, если бы охлаждение было похуже, то эти кнопки приносили бы разницу в частоту вращения кулеров. Но тут это не нужно, об этом подробнее чуть позже. Система охлаждения под названием TwinFrozer 4 представлена двумя 10-мм вентиляторами, выполненными по технологии Propeller Blade, и радиатором на четырех тепловых трубках. Все это обеспечивает должного уровня прохладу, которая под полной нагрузкой в течение нескольких часов не дала подняться температуре выше 80 градусов Цельсия. При этом шума мы не услышали. Он сливался с шумом процессорного кулера. Перейдем к производительности. Только на секундочку задержусь, потому что забыл упомянуть, что видеокарта дополнительно запитывается путем подключения двух дополнительных разъемов 8 плюс 6 пин. Поскольку недавно вышедший Total War Rome 2 по слухам жрет очень много ресурсов, мы решили это проверить. Итак, встречайте, бенчмарк номер 1 свежий и немеренно жрущий Total War. Что сказать, карточка справляется на высоких настройках, правда начинает подлагивать в режиме битва при приближении. На общей карте проблем вообще не обнаружено. Тут, правда, многое можно списать на плохую оптимизацию, так как, судя по тому, что пишут на форумах, лагают у многих и на более быстрых видеокартах. Обещанных разных лиц у солдат мы так и не увидели, даже когда поставили максимум, но это не главное. Главное то, что играть можно и играть можно вполне комфортно. Второй игрой решили взять Crysis 3. Заодно и посмотрим, кто здесь папа. Может быть, седьмая серия справится с этим лучше, чем прошлое. Здесь 760 нас приятно удивило, показывая 30 кадров с легкими проседаниями на максимальных настройках. Конечно, если учитывать, что это многопользовательский First Person Shooter, хоть и в мультиплеер уже мало кто играет, то хотелось бы поболее, но для этого настройки придется снизить. Но для синглплеера этого более чем достаточно. Также в условно-бесплатной леталке War Thunder присутствует режим кино, в который по описанию играть вообще не рекомендуется, только ролики просматривай. Вот и посмотрим. Эммм, честно говоря, непонятно, почему разработчики написали это. Но вот сами посмотрите, что на большой высоте, когда видно все поле боя, что на низкой, когда приходится справляться с точной прорисовкой местности и техники, ниже 60 фпс мы не увидели, даже при том, что еще и записывали видео. А вообще выглядит круто. По поводу этой видеокарты можно сказать так. Это не совсем купил и забыл, но многие современные игры будут работать отлично, даже более чем отлично. Хотя я считаю, что и игры следующего поколения должны работать нормально. Что касается конкретно этой модели. Итоги таковы, что на этой карте установлена одна из самых тихих систем охлаждения из представленных на рынке. По карману не бьет и работает отлично. Сами проверили. Хорош. Кстати, ходят слухи, что может быть через полгодика GTA V и на комп выпустят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok